Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ ни по одной возрастной группе, ни в городе, ни в районах не превышены. Лабораторно подтвержденных вирусов гриппа не зарегистрировано. Школы работают в штатном режиме. Близится к завершению противогриппозная вакцинация. Привито более 50% населения. Это хороший результат. С таких сообщений начал сегодня эфир на Авторадио руководитель областного управления Роспотребнадзора Павел Копылов, раскрывая общую картину по гриппу и ОРВИ. Более трех недель у нас ситуация стабильная по этому вопросу. Но мы, в общем, по заболеваемости видим, что перед Новым годом мы входим в принципе в кавычках, но благоприятно. А вот в список регионов, благополучных по коронавирусу, который недавно озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, еврейская автономия пока не входит. У нас наблюдается лишь определенная стабилизация. И с середины ноября мы не растем в ковид-статистике. Уже несколько дней менее 20 случаев регистрируется. Но я думаю, что здесь никогда нельзя расслабляться и говорить о том, что там у нас все прекрасно и все хорошо. Наоборот, нужно сконцентрироваться на работе и внимательно проанализировать эту ситуацию. По каким причинам идет снижение. Ну, примерно, конечно, мы понимаем, но тем не менее, то есть внимание будет все равно пристальным. Главный санитарный врач региона рассказал и о стартовавшей вакцинации от ковид. Эта работа началась с так называемых декретированных групп, в которые вошли медики, учителя, работники социальной сферы и силовики. Всего же весьма желательно вакцинировать 60% населения области. Павел Копылов рассчитывает, что вакцинация всех желающих начнется уже в ближайшие месяцы. Необходимо создать иммунную прослойку. И 60% – это та цифра, которая действительно может дать результат, и мы с вами сможем снова вернуться к обычной повседневной жизни. Руководитель Роспотребнадзора по ЕАО также рассказал о полном оснащении ведомственной лаборатории оборудованием для ПЦР-анализов, об увеличении количества исследований с 40 до 250 в день, поделился мнением об отрицании опасности ковида некоторыми гражданами, поздравил слушателей авторадио с наступающим и вынужден был рекомендовать меньше ходить в гости и реже принимать их самим. Для ковида праздников нет. Полная запись эфира с Павлом Копыловым на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21.